Ученые скрывают и мешают мне реализовать свой гений. А правда, она вообще очевидна. Надо верить своим глазам. Я пойду и сделаю свою собственную науку вообще без какого-нибудь метода. Будем подбрасывать мать. Охуенно. Вообще без какого-либо метода. Мне нравится, что товарищ, собственно, Панчин очень любит утрировать, соответственно. И всех своих оппонентов, и всех возможных оппонентов науки сводить вот к такому образу. Я даже более того скажу, есть астрологи, у которых есть метод. Ну, то есть, есть более-менее серьезные астрологи, которые не просто подкидывают монетку, а что-то пытаются сделать. Да, это не научный метод, но они что-то пытаются сделать. Ну, что такое научный метод? Действительно, споры-то идут. Что такое научный метод? Мне кажется, что самая наглядная демонстрация была, как ни странно, сделана в одном комиксе. Два древних мудреца спорят о том, является ли большой камень фундаментальной частицей. Один говорит, что является, другой говорит, что камень состоит из более маленьких камней. Как они решают свой спор? Коллайдеров сталкивают свои камни. Почему этот метод является наглядной демонстрацией сути научного? Ну, нет, по сути, он не является наглядной демонстрацией сути научного метода, потому что то, что мы там видели, это, по сути, не теория. Ну, кстати, Панчон, опять же, он из энциклопедии «Нотерит инфу» и пропиздится, как бы. Это печально тоже будет. Что медно? Потому что было два человека, у них были разные гипотезы. Они договорились о процедуре, которая может разрешить их спор, и предоставили природе возможность выступить арбитром по отношению к их спору. Причем результат этого эксперимента... Смотрите, как он еще обобщает, как он обобщает. Сейчас мы подойдем к самому вкусному. Зависит от их мнения, не зависит от того, какой... Они заранее договорились о процедуре, а процедура зависит от их мнения. Заметьте, сама процедура зависит от их мнения. Но результаты, которые в этой процедуре будут получены, не зависят от их мнения. И знаете, пример, который приведен с монеткой, он немногим хуже, на самом деле, чем то, что сейчас Панчин обозначает как научный метод, потому что мы процедурой можем как раз обозначить подкидывание монетки. Мы можем договориться, вот как выпадет монетка, так и решим, природа рассудила. Ну вот, по сути, по сути получается, да? Если мы заранее договорились, вот так вот, то тоже субъективно, тоже субъективно. Нет, по факту, конечно, научный метод посложнее, чем просто подбрасывание монетки, здесь я соглашусь. Но суть-то та же получается. Мы субъективно решили, что монетка, подбрасывание монетки это хорошая процедура. Мы также субъективно решили, что у нас процедура, с которой мы согласны, которая подтвердит или опровергнет ту или иную позицию. Неожиданно, кто бы мог подумать. Ну ладно, ну ладно. Исход для них будет более предпочтительным. Сама установка этого эксперимента. Вот именно, что они определили, какой исход для них будет более предпочтительным. Более того, способы договориться таким образом, они присутствуют вообще в разных направлениях рационализма. Очень часто это нормально для рационалистов. А давай определим критерии, по которым мы будем друг с другом соглашаться. Вот. Давай создадим такие правила познания. Но эти правила познания, мы их создаем для самих себя, для того, чтобы как бы у нас были какие-то операции для соглашательства, отрицания и так далее, так далее, так далее. Это не означает, что мы так или иначе открываем истину или закрываем ложь какую-то где-то, понимаете? Это предполагает, что и первый, и второй участник этого опыта может иметь неправильную гипотезу. Да, и более того, не каждый такой договор, как уже с монеткой я показал, потому что вот монетка, там я не знаю, кто глубже палец в жопу себе засунет, тот и победил. Тоже объективно же, тоже объективно. Можно там и палец разметить, там, например, и так далее, и в жопу его себе вот так вот засунуть, и там это, по разметке смотреть, кто глубже. Ну, вы понимаете, короче, ну, вы понимаете. То есть есть огромное количество объективных методов решения проблемы. Засовывание пальца в жопу тоже объективно, если мы договорились, понимаете? Можно пиздиться, кто победит, тот, соответственно, лидер. Буквально, вот смотрите, то, что он сейчас озвучил, там, не знаю, монетка, палец в жопу, драка, война, это все тоже относительно такие объективные способы решения конфликта вопроса. Почему? Потому что есть мы, мы договорились, что вот в случае решения, вот, мы согласимся, да, если вы победите в войне, если ты дашь мне пиздюлей, если ты засунешь палец себе в жопу глубже, чем я себе засуну, и так далее, так далее, так далее, так далее. Если монетку кинем правильно, да, кто победит, тот и победит. Мы выбрали процедуру, вот, то есть вообще относительно выбора процедуры, здесь основная проблема и заключается в том, что ее объективность, в кавычках объективность, формируется именно за счет того, что мы заранее договорились, как это работает. Научный метод будет разбираться чуть-чуть попозже, поэтому мы его разбирать будем чуть-чуть попозже, да, понятное дело. Сейчас именно вот про процедуры. И предполагается, что свою неправоту в итоге нужно будет признать. Но все же даже такая... Ну да, только это не значит, что ты неправ в конечном итоге. Наглядная демонстрация убеждает далеко не всех, причем не убеждает по-разному, потому что существуют люди, которые могут сказать, что на самом деле никакого научного метода не существует. Но кто-то говорит, это имеет определенное основание под собой. Просто набор догм, а правда... Нет, ну это в любом случае набор догм, ты уже про выбор процедуры говоришь, научный метод, набор догм, да, круто. Да, очевидно, надо верить своим глазам, своему... А-а-а, все так говорят. Ну, Панчин, блин, Панчин, как всегда, он решил, в общем-то, не копаться. Фирабана мы читать не будем, конечно, и вообще философия науки это лишнее, никому она не нужна. Понятно, что читать своих конкурентов, оппонентов, критиков, завистников, да? Ну, окей. ...опыту, и это и есть самый лучший способ познания. Другие могут сказать, что в каждой науке метод свой. Вот, например, у теологов частью метода является опыт веры. И никто не имеет права указывать им, что этот метод, дескать, ненаучный. Господь находится всегда через вот эту пропасть прыжка веры. Нужно обязательно осуществить... О, вот научный метод, смотрите, кандидат теологии. И для того, чтобы показать, что кандидаты теологии дурачки, мы найдем одного кандидата теологии в тот самый момент, когда этот кандидат теологии говорит что-то ненаучное, и мы такие, ха-ха-ха-ха-ха-ха, блядь, черепикинг, сука, берем, берем, блядь. Красавчик, Панчин, молодец. Ну, молодец, блядь. Ну, ну, красив, ну, умен, ну, крут, блядь. Ну, хорош же, ну, черепикинг, ну, как всегда. Ну, как мы любим, ребят, ну, как мы любим. Красиво. Это прожег веры. Наибольшей силой убедительности для человека является его личный опыт. Ну, и бывают еще люди, которые говорят, нет, я... Поняли, поняли, блядь, вот, вот, все, тупые теологи. Я пойду и сделаю свою собственную науку вообще без какого-нибудь метода, и потом называю. Мы себе без метода. В большинстве наук, которые так или иначе пытаются сделать, есть метод. Ну, у соционики, например. Давайте так. Глупо утверждать, что у соционики нет метода. В общем, существуют люди, которые считают, что научный метод – это какая-то ерунда. Мы таких людей называем антисиентистами. Еее. Например, можно назвать философа Пол Фейраббенда, который... Еее. Еее, блядь. Пол Фейраббенд всю свою книгу, блядь, пишет про анархическую, сука, науку. К вопросу о том, какой Пол Фейраббенд антисиентист. Просто Пол Фейраббенд ту науку, которую делаете вы, видит слишком узкая. У него более широкое определение науки, и он ее представляет себе совсем иначе. Кстати, вот эта точка расхождения в моем, в меня и в Пол Фейраббенда. Почему? Потому что я-то наоборот. Мое понимание науки похоже на то понимание, которое есть у Панчина. Но я считаю эту штуку крайне сомнительной. Вот. В том случае, что вот у Пола Фейраббенд просто он взял и все в этот термин наука решил поместить. Мне такой подход принципиально не нравится. У нас в полном здесь принципиальное расхождение. Хоть мы оба. Вот. Утверждал, что научный метод, в общем-то, ничем не лучше, чем гадание, сказки, астрология. Не, Пол Фейраббенд утверждал, что гадание, сказки, астрология это тоже научные методы. Блядь. Понимаешь, в чем дело? Понимаешь, в чем дело, Панчин? Ты не понял вот эту хуйню. Это самое, самое тонкое, блядь. Ну, не самое тонкое, это вообще даже не тонкое. Это на поверхности лежит. Но ты эту хуйню не понял. Вот в чем проблема, Панчин. Ты критикуешь Фейраббенда и при этом озвучиваешь якобы его позицию, а у него обратная позиция по этому поводу. То есть, таро, гадание, народная медицина, гороскопы, это все альтернативные научные методы. И в анархической науке они тоже там будут представлены, и все будут, соответственно, угорать по этим вещам. Панчин, ну ты читал Пол Фейраббенда или не читал? В этом же весь прикол. Ну и прочие вещи, которые современная наука воспринимает не всерьез. С другой стороны, есть позиция сиентистов, которые скажут, что научный метод это лучший способ познания окружающей действительности. И сегодня мы пробуем разобраться в том, кому, скажем так, ближе правда. Абсолютно сейчас, вот сейчас вот возьмет и раскидает. Смотрите, на чьей стороне правда. Правда, ребят, правда. Опять Пол Фейраббенд упомянут, от которого у Панчина просто горит, которым он так и не смог прочитать, все еще, все еще. Мы ему намекнули в прошлый раз, что надо бы прочитать Фейраббенда. А он решил, что не это лишнее. Для начала нам стоит договориться о том, что такое научный метод и в чем его определение. Можно, например, взять описание научного метода из издания Кембриджского университета. А, ну Кембриджский университет, ну конечно, там хуйни не напишут в энциклопедии. Наблюдайте за каким-либо аспектом Вселенной. Окей, смотрите. Во-первых, да, наблюдение. Ну, а ну он входит в число? Вот. В число, так скажем, методов, которые использует наука. Но принадлежит не только науке. Все мы наблюдаем за миром. Второе. Придумайте предварительное описание, которое согласуется с тем, что вы наблюдали. Это гипотеза. Описание не есть гипотеза. Объяснение. Причем не просто вы наблюдали. Вы собираете очень много разных наблюдений. То есть, смотрите, да. Это наши наблюдения, факты, которые мы находим, по сути, да. Вот мы наблюдаем за некоторым объемом фактов. Вот они. И из этого мы, собственно, делаем гипотезу, которая не описывает их, а объясняет. Собственно, да. Вот. Гипотеза. Потом будет теория. Дальше расскажем, что такое теория. Проблема данного определения заключается в том, что оно, ну, кажется, не особо понимает механизм научного метода. Да. Вот. И это странно. В принципе, в принципе, в принципе. Понятное дело, что даже определение научного метода, определение разных ступеней исследования, оно будет зависеть от исследователя, который предоставляет данное определение. А хорошего определения, наверное, нету вообще, как бы, да. Вот так вот скажем. Ну, лучшего, общепринятого, лучшего, самого офигенного. То есть, пока что философия науки, мы с вами все здесь находимся на таком уровне, когда каждый сам решает философию науки какой-то вот конвенции по данному поводу, ну, есть, нет. Скорее, нет, чем есть, соответственно. Ну, да ладно. Она может варенироваться. Это не гипотеза. Еще раз, это не гипотеза. Предварительное описание, которое согласуется с тем, что вы наблюдали. Ну, то есть, смотрите. Давайте, что такое вот. Мы наблюдали. Мы наблюдали, допустим, вот сейчас я это нарисую, здесь вот это, за попкой какого-нибудь, там, я не знаю, таракана. Вот гипотеза. Я вас поздравил. Вот описание гипотезы, вот гипотеза. Вот смотрите, гипотеза. Вот это вот попка. А вот это морщины. Морщины. Вот. Вот это гипотеза, ребят, получается. По панщину. Согласно данному определению, то, что я сейчас нарисовал, является гипотезой. Предварительное описание, которое согласуется с тем, что вы наблюдали. Наблюдайте за каким-то либо аспектом вселенной. Попка, не знаю, Трисогузский, например. Придумайте предварительное описание. Рисунок, модель, там, соответственно, вот вам надписи разные, да, там, мы даже прояснили кое-что. Вот, вот, гипотеза получилась. Да? Нет? Нет. Гипотеза, одно из ее первых свойств должно заключаться в том, что, ну, научная гипотеза, она должна быть принципиально проверяема. То есть, вообще, во-первых, в ней должны быть какие-то сомнения, да, то есть, эта гипотеза формулируется не так, как какая-то, ну, такая стопроцентная истина на данный момент. Она именно что берет, обобщает большое количество нашего опыта, и из этого опыта мы берем, подбираем какое-то утверждение, которое описывает весь этот опыт, таким образом, чтобы гипотеза не противоречила этому опыту. Третье. С помощью гипотезы сделайте какие-нибудь прогнозы. Третье. Невозможно сделать с помощью гипотезы прогнозы. Знаете, почему? Потому что гипотеза, это, это недотеория вообще-то, да, это прототеория, так скажем. И она может не быть окончательно логичной, стройной и так далее, так далее, так далее, так далее, да. То есть гипотеза вообще не обязана иметь какие-то из себя следствия, потому что на это претендует теория. Вот. Я как поперянец здесь, да, выступаю, конечно, прежде всего, но у попера это все хорошо описано. Теория, вот она, да. А что с теорией? Что такое теория? Теория, это вроде бы та же гипотеза, но более логичная, более последовательная, непротиворечивая внутренне, стройно выстроенная, рабочая, соответственно, штука, которая как раз и имеет из себя какие-то следствия. Вот из нее уже идут следствия. Например, гипотеза. Пространство-время – это единая какая-то вещь. Все, все, да, пространство-время единое, соответственно. Пространство и время искривляются еще, сверху добавляем. Что это значит? Как это выглядит? Ну, вот вам гипотеза. Вот у нас есть факты, ну, наверное, пространство и время искривляются. Может, чуть посложнее. Но когда это становится уже теорией, когда появляется математическая модель, описываются определенные законы, когда все вот уже работает, когда вот такая вот большая структура появляется, тогда вот эта гипотеза постепенно становится именно теорией. Теорией становится, соответственно, понимаете? И вот уже из теории идут следствия. Почему? Потому что теория с помощью своих определенных, в общем-то, механизмов как раз и может позволить нам выписывать эти следствия. Потому что теория точна, теория очевидна, теория работает как бы, да, теория как бы вот, она описывает уже факты эти самые, и мы берем, и что это за следствие? Это вот, вот, вот сюда они идут, это новый факт, это новый факт, новый факт, плюсуем, новый факт, да, соответственно, еще новый факт, если теория хорошо работает и так далее, еще новый факт, соответственно, еще новый факт, и так до бесконечности получается. Продолжаем, продолжаем И вот так вот, проверяя С помощью экспериментов Феномены, 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 феномены Пронаблюдали, гипотезу выдвинули Перевели ее в разряд теории Теперь у нас мощнейшая база Теория, она либо Оп, обосралась Крестик То есть обосралась, проиграла Была опровергнута, получается То есть теория херак опроверглась И пошла нафиг, соответственно Мы ее переформулируем Опять возвращаемся сюда, формируем новую гипотезу И так по кругу, пока дальше оно не пошло Потом теория вырабатывает у нас факты Дополнительные через эмпирический опыт Прежде всего через эксперименты То есть теория предсказывает какие-то явления Мы эти явления открываем Открываем, открываем, открываем И теория у нас сохраняется до тех пор Пока она не обосрется То есть теория даже после кучи открытых фактов То есть энное количество фактов Вот здесь внизу, видите Их может быть энное количество, очень большое Все равно в итоге может обосраться И все, закончится Придется заново возвращаться к построению гипотезы Исходя уже из всех имеющихся фактов Вот как-то так Механизм науки от Шадова я вам пояснил сейчас Сейчас посмотрим, что Панчин скажет Я уже смотрел, правда? Я предварительно все это делаю Четвертое Проверьте эти прогнозы, поставьте эксперимент Или дальше наблюдайте за явлением По результатам проверки измените гипотезу Пятое Повторяйте шаги 3 и 4 до тех пор Пока не исчезнут расхождения между гипотезой И вашим экспериментом Вот Или наблюдением А теперь смотрите Помните, я вам говорил одну интересную вещь О том, что если у нас есть огромное количество исследователей Которые так или иначе занимаются той или иной областью То аргументация в этой области, ну, проще в итоге стану Проще аргументировать становится Проще составлять теории, которые соответствуют фактам Потому что одновременно огромное количество людей Занимаются третьим и четвертым шагом Понимаете, в чем проблема? Если бы у нас было, например, несколько миллионов астрологов И они бы Миллионов настоящих астрологов Имеется в виду Специалистов в академиях, университетах И так далее Им бы нужно было подогнать свои гипотезы и теории под факты Они бы это сделали С помощью чередования третьего и четвертого шага Понимаете, в чем дело? То есть, если вы пытаетесь максимальным образом подгонять ваши гипотезы под опыт А это так и происходит То есть, это оно и есть То рано или поздно вы придете к таким В кавычках гипотезам, скорее теориям К таким теориям, которые будут все реже и реже противоречить опыту Но это не значит, что они истинные Я могу точно так же Вот используя ту же самую схему Убрав, правда, натурализм Потому что здесь нужен натурализм Для того, чтобы была наука, нужен натурализм Да, будет хайлайт Я должен взять все, я могу взять всю эту схему Просто взять и разбавить все это магией Магией, да, теперь у нас мир не натуралистичен, а магичен И точно так же, сообразуясь с окружающими фактами Третий, четвертый шаг повторяя Объяснять все через магию Все, конец, как бы Все, никакая наука здесь не работает уже на данном уровне Никакой истины, никакой реальности, ничего нет Я сторонник симуляции Могу взять и подбивать третий и четвертый факты Что все вокруг симуляции Вообще бесконечно много Это как раз смена третьего и четвертого пункта по кругу Это и подгонка И рано или поздно Опробовав огромное количество разных теорий, взглядов И возможностей В рамках того или иного дискурса Магического Не знаю, там, философского Научного, там, натуралистического имеется в виду Вы рано или поздно придете к тем положениям Которые будут хорошо сообразоваться с феноменами Вот Даже с учетом фальсификации Поэтому мое определение науки Оно звучит так Наука Это, собственно, методология создания Считаем Натуралистических Фальсифицируемых теорий Убираем натуралистические Тогда мы можем магические теории предлагать Понимаете? А никто этим не занимается в науке И не занимался вроде бы даже как-то особо То есть те, кто занимался магией внутри науки Обычно это не называлось наукой у них Ну, то есть Ньютон тоже занимался Некоторые магией, астрологией, алхимией Но это не называется наукой в случае с Ньютоном Понимаете, да? Тут такая хитрость Во-вторых, фальсифицируемых Но здесь про фальсифицируемость есть Ну, правда, в очень скрытом виде Потому что на самом деле Здесь, видите, автор, он говорит о том, что Ну, он сейчас скажет, что подтверждена И принята как новая гипотеза Подтверждена Он говорит о подтверждаемости А надо говорить о, собственно Опровержимости Кстати, Панчин, я опять же замечу Панчин очень часто озвучивал Фальсификационное Фальсифицилистическое определение Достигнете полной непротиворечимости Гипотеза подтверждена И принята как новая теория Лол И вот здесь проблема Нет, есть, конечно, люди, которые считают Что гипотеза после таких процедур Она оказывается подтверждена Но есть еще большое количество фальсификационистов Я замечу, что Панчин часто сам Озвучивал тезисы фальсификационизма И в качестве определения науки Фальсификационизм приводил Но у нас сейчас видео вот это В основном только алмаз Довольно большое Я буду долго его критиковать Но задонатьте, если что Если хотите Ну да ладно Опять же, да К вопросу о Панчине И о том, насколько Панчин Собственно, противоречив Двойственен в своих, собственно, предпосылках Насколько он, собственно Не понимает даже, о чем он говорит И ему лишь бы науку, собственно, оправдать А там он какое угодно определение Откуда угодно возьмет Я не могу скинуть дар Джонар Вообще никак Оттуда его не достать Только если записать на аудио Кто-то скажет сразу Ага, теория Это всего лишь выдумка Нет, чел, я скажу Что если вы третий и четвертый пункт Постоянно повторяете Рано или поздно В любом дискурсе Научном и ненаучном Философском и любом остальном В другом У вас произойдет подгонка материалов Во что бы вы не верили Под результаты Вы можете по-разному договориться Будучи там, например, магами-колдунами Что вот в таком случае магия работает А в таком она работает по-другому А вот это третье понимание магии Вот это четвертое Это пятое Это шестое И так далее, так далее, так далее И у вас все будет Ну, как бы Тоже подогнано Под, собственно Факты Но это можно делать Только в одном случае Если у вас очень много специалистов То есть Если у вас там Два-три с половиной Инвалида-мага И вы сидите Коллеги такие Читаете А, Процельс 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 Придумал, молодец А, Процельс А, Костанеда Блядь Когда вы сидите Одну и ту же хуйню читаете Бесконечно И как бы Ничего не можете И ничего не можете Соответственно Больше Как бы с этим Ну, как бы сделать Вы просто читаете Старых мужиков А у вас самих мозгов Не хватает Это адекватно развивать Ну, в таком случае Все пиздец Дискурсу Дискурс не развивается Стоит на месте Но Та же Ну, не совсем та же самая схема Вот А другие Какие-то вот Вещи Да Другие какие-то вещи Связанные Ну, там С магией Немагией С чем угодно Они точно так же Могли бы проверяться Точно такая же работа Могла над ними проводиться Немного другие правила Были бы Да, например Ну, например Я не знаю Если вы рационалист Идеалист И так далее Вы могли бы договориться О том Что вам нужны Четкие, стройные Логически непротиворечивые Какие-то идеалистические системы И вы бы договорились Что только в таком случае В случае их непротиворечивости Они бы вами принимались Вот Факты можно вообще не рассматривать Потому что, допустим В вашем мировоззрении Факты Это просто, знаете Хуйня Там материя мертва Платон Там все дела Да, еще что-нибудь Может быть Может быть По промениду Все вокруг иллюзия Не важно Но важно Что у вас были бы Общие какие-то основания Благодаря которым Вы могли бы Так или иначе Свои идеалистические тейки Развивать И что самое главное В кавычках Либо подтверждать Ну, либо хотя бы Делать их более основательными Более как бы серьезными Идеалистические дискурсы Многие пытаются Этого тоже сейчас добиться Но, опять же Следует подчеркнуть Что серьезных интеллектуалов Которые бы действительно Занимались подобной разработкой В мире Не так уж и много А ученых очень много И даже ученых-теоретиков В отрыве от всех остальных Ученых тоже достаточно много И, конечно Огромное количество Разных теорий Просто во всю историю Человечества предлагалось И вот такая подгонка Она имела место Усчитывайте это тоже Это не плюс науки На самом деле Это не плюс науки Это именно то Что происходит Из большого Количества специалистов Потому что только наука На данный момент Может позволить себе Такой уровень Экспертизы теоретической Только наука Может пробовать Вот так вот Долго-долго-долго Через разные теории Подбивать теорию Под факты Все более-более точно Чтобы феноменам Это все соответствовало И так далее Представители других дисциплин Этого делать не могут Ну, опять же Весь объем существующих фактов Ни один человек За всю историю Сейчас уже Объять не сможет Вы даже в одной области Не сможете все факты Объять Даже в одной области Ни один человек Не владеет Всеми фактами Это нормально Это прям дико норма Вот Панчин как биолог Да нет Даже Даже в своей биоинформатике Панчин не может владеть Всеми фактами Что же там говорить Про все остальные области Биологии Вот И как вы видите Все это происходит Непосредственно От Ну, собственно Очень большого Количества специалистов Для того Чтобы составить Какую-то Конкуренцию Науки На данный момент Необходимо Чтобы существовало У какого-то направления Философского Магического Религиозного Неважно Огромное количество Специалистов Которые знакомы С фактами Которые могут Эти факты Интерпретировать Под свою теорию Готовы свою теорию Менять под факты Так или иначе Да, плюс-минус Ну, эти теории Все равно будут Идеалистической И не научной И не натуралистической При этом Либо магической Еще какой-то Но она все равно Будет меняться под факты Понимаете Ну, ладно А Панчин он решил Даже Понимаете Мне не нравится Вот эта фишка Что Панчин пытается Даже изменчивость Изменчивость Соответственно Под науку подписать Теория эволюции Все это Очень хорошо Установлены Модели Описывающие Реальный мир А что за реальный мир Можно, пожалуйста, узнать А где реальный мир, Панчин Расскажи, пожалуйста Про реальный мир Я просто не знаю Просто, опять же Вот На одно дело Феноменальный мир Феноменальный мир И, блядь Не описывают А объясняют Бро Объяснять И описывать Это разное Описать Можно Словами Там Не знаю Там Не знаю Вот животное Оно там идет У него шерсть У него там когти Вот это описание А теория эволюции Это объяснение Нахуй Бро Бро Не путай Важные Ключевые Просто слова Это же Стыдно Это стыдно Такие слова Путать А что за реальность Че за реальность Панчин Че за реальность Где нахуй Эта реальность Покажи мне Как ты доказал Что это именно Реальность Я предвижу Предвижу Какой-нибудь Контраргумент Панчина Сейчас я озвучу Свой аргумент И контраргумент Вам сразу озвучу Ну допустим Мы находимся В симуляции Симуляцию запустили Там не знаю Ну допустим 50 лет назад Никакая эволюция Нигде не происходила Соответственно За эти 50 лет Мы ее не наблюдали При этом в симуляции Ну все эти гены Вся эта хуйня Которую ученые наблюдают Закодирована В эту теорию В кавычках Помещается Весь набор Научных фактов Мы можем эту теорию Переинтерпретировать Как угодно И она будет Описывать Те же самые данные Что и описывает наука Без особых проблем Но при этом Никакой эволюции Многомиллионной Не было И не будет Никаких динозавров Никогда не было Просто кости Кости лежат Динозавров не было Допустим В таком случае Да Вот Допустим Вот эта реальность Панчин может сказать Ну тогда мы изучаем Все же часть реальности Пук-пук-пук Чпук-чпук-чпук Да как бы Мы все равно Даже в симуляции Изучаем реальность Скажет Панчин Но он долбоеб Потому что он не знает Философских терминов Он не понимает Что такое реальность Ему просто похеру Видимо Да поэтому он Философию не сдавал Поэтому Фирабанда Он и не читает И не любит Соответственно Философию всякую Понятно Понятно Неприятная дисциплина Противная Там всякие Тоже термины неприятные Да надо Надо знать Было бы неплохо Так вот Че можно здесь сказать Че можно здесь сказать Панчин бы сказал Что там Там это тоже истина Но это нихуя не истина Теория эволюции Она базируется на том Что у нас есть Естественные законы Почему Да если Симуляция верна То теория эволюции Ложна Да давайте так рассуждать Потому что в теорию эволюции Входит как раз Престу Янкел В теорию эволюции Как раз Входит Соответственно Представление о том Что она является естественной Что есть естественные законы Вообще есть природа Природа реально существует Есть законы Все это работает именно так И оно работало миллиарды лет И вот вам целое там Филогенетическое древо Животные развивались Друг из друга И вот у нас что получилось Но в симуляции Всего этого не было В симуляции есть только подражание Тому как будто бы Это все было Да Но вот и всего этого не было На самом деле в симуляции И поэтому Когда ученый Например говорит Что находясь в симуляции Он изучает реальность симуляции Он долбоеб Ну то есть Человек фундаментальным образом Ошибается Его теории не касаются Симуляции Никаким образом Он делает ложные Некоторые высказывания В данном случае Если мы согласны С тем что симуляция существует Ну я-то не согласен Я сомневаюсь тоже в этом Но допустим Допустим симуляция существует Истинная ли наука В какой-то степени В какой-то маленькой степени Может быть да Но в какой-то вот серьезной Такой большой Мощной степени Да Вот сама теория эволюции Уже нет Теория эволюции Напрямую противоречить Будет вот тому Представлению о симуляции Которую я сейчас обозначил Ну ладно Смотрим Что такое научный метод На практике Мне кажется Очень удачная демонстрация Это история Про открытие Роли молекулы ДНК В качестве молекулы Приносящие генетическую информацию В 1928 году Ученый Фрейдрик Гриффит Сделал наблюдение Оно заключалось в том Что существует Несколько разновидностей Пневмокока Это такая бактерия Если вколоть Одну разновидность мышке То мышка умирает Ну кстати Я такие вещи не считаю Ни гипотезами Ни теориями Потому что Это очень такие Базовые предположения Сейчас будут Но Это тоже важно подчеркнуть Для меня гипотеза Она Опять же Я вам уже подчеркнул Да Куча-куча фактов Куча-куча фактов И вот ее объяснение В виде гипотезы И потом уже теории Вот Это будет Патогенный Опасный пневмокок Но есть другой пневмокок Которого если ввести мышки То ничего страшного С ней не произойдет Далее оказалось Что если взять Этот опасный пневмокок И нагреете его До высокой температуры Чтобы он погиб И смешать то Что от него осталось С обычными пневмококами Которые не патогенные То Это не гипотеза Не теория Образуются Патогенные Это уже предположение Относительно Тех или иных фактов Чел Пневмококки Которые могут Убить мышку На основании Этих наблюдений Экспериментов Фредри Гриффит Пришел к предположению Выдвинул гипотезу Это кстати не эксперимент Наверное скорее Это наблюдение скорее Ну окей Что внутри Пневмококка Патогенного Присутствует Некоторое вещество Какая-то молекула Которая может Передаваться Безобидному пневмококку Делать его Патогенным Но Ну я бы кстати Это тоже гипотезами Не называл В данном случае Потому что Здесь Эту штуку Очень легко Подтвердить Так скажем Если что-то Легко подтверждается Это не является Ни гипотезой Ни теорией Потому что Иначе Теряется Вот этот Главный принцип Науки Фальсифицируемостью Ну и опять же Как видите Панчин Видите Он считает Гипотезой И теорией Соответственно Вот Такие вещи Например И там И теорию эволюции То есть Очень широко Уже Определяет Вот эту градацию Между гипотезами Гипотезами И теориями Очень широкие у него Представления об этом Ну окей Окей Фредер Гриффит Не знал Какая это может быть Молекула То есть получается И эта наука И то наука И пятая наука И десятая наука Инженер Который там Методом проб и ошибок Что-то делает Тоже ученый Понимаете То есть Чем больше мы раздвигаем Вот эти вот Врата Авертона Так скажем Да Тем большее количество Явлений мы можем Подписать под науку А чем больше явлений Мы в нашей терминологии Подпишем под науку Тем сложнее будет Разделить науку И не науку Соответственно Внутри даже Академического дискурса А для меня Это например Крайне принципиальная задача То есть Для меня например Практика Та же самая Или какие-то отдельные Эмпирические наблюдения Для меня это все еще не наука И даже моделирование Для меня все еще не наука Как вы понимаете Да Потому что этого еще мало Для того чтобы оно стало наукой Наука это когда У нас вот как раз Есть вот такая вот штука Вот такая вот штука У нас факты-факты-факты-факты-факты Мы делаем гипотезу Гипотезу переводим в теорию Через развитие Соответственно Да То есть Делаем большую Непротиворечивую схему Сетку какую-то Понятие Взаимо Как бы определяющих Друг друга Какую-то Построим модель Математическую Возможно Которая может Из которой как раз Следуют определенные числа Определенные явления Определенные цифры Да Из этой модели Уже что-то следует И с помощью этой модели Которая внутри теории Которая базируется На определенном Представлении о мире Мы уже постулируем Новые факты Потенциальные Угадываем Мы молодцы Ничего с теорией Не происходит Она не становится Подтвержденной Не становится Опровернутой Если Она соответственно Вот Вот идет Стрелочка Да Не предугадывает Никакой факт Да Эксперимент не срабатывает Теорию приходится Перерабатывать Причем можно Старую гипотезу Использовать Сохранять старую гипотезу Но перерабатывать Уже саму теорию Потому что мы Что-то возможно Не ушли Не ушли На теоретическом уровне Составили Неправильную модель И переделывать Надо прежде всего Теорию Очень часто бывает Ну ладно Я бы не сказал Что это опять же Гипотезы Тут опять же Проблема Если мы можем О чем-то Получить В кавычках Знания Ну то есть Если мы феноменально Можем в чем-то Убедиться Вот так вот Скажу Да Если мы феноменально Можем на что-то Посмотреть То речь Не идет О гипотезах Ну да ладно Почему это Например Не теория И почему С этим Ну это Фальсифицировать Не получится Да Потому что Как раз Видите Определиться Победитель Более-менее Более-менее На уровне Феноменов Определиться Победитель Здесь бесконечной Фальсифицированности Не получится Поэтому Ну его Это не теория Это просто в принципе Не теория По поперу По крайней мере нет Что у нас есть Несколько конкурирующих Гипотез И они делают Разные предсказания И таким образом Мы предоставляем Возможность Природе Рассудить нас И в действительности Оказалось Что удали Ну это не гипотеза Просто Ладно РНК и белка Никак не влияет На возможность Пневмококов Превратиться В патогене Если мы называем Это гипотезой То в принципе Гипотезой Может быть Все что угодно Там Ватя Посрал На лугу Например Гипотезу Или Петя Посрал на лугу Или Маша Посрал на лугу Соответственно Берем там Не знаю Говно Говно Соответственно Проверяем Все Мы разработали Вот буквально Та же самая схема Маша Посрал на лугу Петя Посрал на лугу И там Не знаю Семен Посрал на лугу Берем их говно Проводим ДНК-тест Вот вам Эксперимент И вот Природа Рассудила Кто посрал на лугу Что-то здесь не так Чувствуете Что-то тут не так Любой Получается Следователь Который Расследует Преступление Он тоже Ученый Пользуется Научным методом Выходит Судя по всему Что довольно Тоже Странно И вообще Любой человек Который Так или иначе Пытается Разгадать Какие-либо Частные Такие вещи Он тоже Получается Ученый Ну потому что Он пользуется Научным методом Выходит Вообще Все мы пользуемся Научным методом В такой трактовке Мы почти все Пользуемся Научным методом Мы решаем Любую проблему Делаем В кавычках Предположение Но любое предположение Панча называет Гипотезой В данном случае Проводим Некоторый Эксперимент Допустим Который рассудит И все Слишком Много Научного В нашем мире Тогда получается Но если Из смеси Удалить ДНК То Трансформирующее Свойство Исчезает И пневмококки Введенные Мышки Не вызывают У нее смерти Так была подтверждена Теория Что именно Молекула ДНК Является молекулой Отвечающей За передачу Уже теория То гипотеза То теория Смотрите У Панчина Как я понял Дело вот так вот обстоит Но это вообще Не по Попперу У него на самом деле У него именно Что в голове Вот так картина Есть у нас теория Гипотеза Гипотеза Это хуйня Непроверенная А теория Это уже подтвержденная штука Как-то так Ему бы Действительно Почитать Что-то По философии Науки Честно говоря Поппера Там например Ему бы почитать Потому что Ну Фальсифицируются теории Прежде всего И Из них Их имеет смысл Фальсифицировать Вот Теория Ну и гипотеза Которая есть Предтеория Да Такая предварительная Такая штука Она объясняет Очень большое количество Фактов Очень большое Она их не просто Описывает Она их именно Объясняет Ее основная задача Объяснить А не описать Это тоже Принципиально важно Кстати Блин Серьезно Чем больше смотрю Тем я больше понимаю Что Панчин Крайне плохо Ориентируется В том Что такое наука Он может привести Кучу разных примеров Но понимание За этим не стоит Соответственно Ну и более того Его задача Скорее Описать Те дисциплины Которыми он Занимается И которые он Уважает В своей деятельности Как научные Да Вот Вот Одна из Основных задач В данном случае И это конечно Тоже Такое себя Еще наследственной информации Потому что это свойство Патогенности Оно на самом деле И наследуется тоже То есть здесь есть Все необходимые Элементы Научного метода Были наблюдения Но наблюдения Всегда и так есть Были гипотезы Которые Гипотеза ни одной Не было кстати Это не гипотеза Это просто предположение Пытались эти наблюдения Объяснить Из гипотез Вытекали предсказания Предсказания Окей Из предположений Иногда вытекают Предсказания Но это не значит Что они гипотеза Они были разными Для разных гипотез Была сделана проверка На основании Этой проверки Был получен Некий вывод Который помог Сформулировать Научную теорию Обратите Поняли Да Странные представления У Панчина Все же о науке Разумеется Это не означает Что ученые Никогда не ошибаются Или что Вообще на любой вопрос Наука сегодня Может дать ответ Очень часто На некоторые вопросы Ну ладно Может в 90-х И нет Я не помню Когда точно Короче Ну в 2000-х Миллион Это нормально Ученые отвечают Я не знаю Иногда Это я не знаю Интерпретируется Их оппонентами Как Некоторая слабость Встречаются Ученые И уфолог Не Проблема не в том Что ученые Иногда говорят Я не знаю Проблема в том Что они говорят Я знаю Тогда Когда у них Нету знания Точного Ну например Про эволюцию Я вам уже Объяснил Я вам уже Объяснил У меня целая книжка Есть по поводу Критики сайентизма И так далее И так далее И так далее Все это можно прочитать Понятное дело Да То есть Критик Не критика Научного познания Как она что там называется Сумма антисайентизма Можете ее почитать В целом Уфолог показывает Какой-нибудь снимок И говорит Вот что это Вот Шадов На священный текст Ссылает Смотрите Какой негодяй Ух Ух Как плохо Я думаю Что это Инопланетная Летающая тарелка А ты что думаешь А ученый говорит Я не знаю Я не знаю В смысле Стоп Ему фотку показали Там очевидно Тарелка Летающая Вот вам природа Рассудила Фотоаппарат Рассудил Нет Все ученые В этот же самый момент Должны нахуй Броситься На поиски Этой тарелки Я считаю Если уж они Так легко Меняют свои позиции Вот им предоставили Факт Фотографию Летающей тарелки Ну очень похоже На летающую тарелку Всей толпой Астрономы Астрономы Должны отправиться На поиски Этой тарелки Я считаю Как-то так А то даже На премии Гудини Можно так сказать А как ты угадал А ученые такие А мы не знаем Ну не доказал Значит И уходят С миллионом Знаете Ну просто А вдруг Ей помогли Наши организаторы А вдруг Шарифову Заплатили бабки А он все рассказал Всякое же бывает Может и потасованный Конкурс А проверить фото На подлинность Ну так А как Во-первых Проверить на подлинность Это раз Сразу верим Что да Факт такой есть И идем исследовать Ищем инопланетян Да Выделяем Выделяем кучу денег Создаем Организации У нас есть фотографии Инопланетян Нихуя себе Вау Понимаете Вот как бы такое Как бы такое Не ну а подлинность Конечно стоит проверить Если она вообще проверяется На подлинность Ну во-первых Да То есть если это Какая-нибудь цифровая фото Которое могли переделать На фотошопе Ну конечно Мы берем Да мы конечно Мы тебе конечно верим Проверяем на подлинность Если как бы Ну вроде подлинная Ну то есть реально Что-то сфотографировали И ничего туда не вклеивали На фотошопе Вот если это так То окей Да Начинаем уже Видимо Менять свою позицию По этому вопросу Ведь Панчин сказал Как они легко Свои мнения меняют А тут целая Целая фотография Целая фотография Это как знаете Если вот Убийцу Сфотографировали С ножом Над убитым И в суде Показывают эту фотографию И он такой говорит Я не знаю Ну конечно Видно что это я Да Видно что это я Конечно Я не знаю Может быть там Кто-то что-то Сделал неправильно Ну как-то Думаю Это может быть Похожий на меня Человек А может быть Как-то свет Исказился Таким образом Что человек Стал похож на меня Там например Или еще что-то Случилось А вдруг Призраки Прилетели Мое лицо Изменили Лицо убийцы Изменили В данном Всякое Может быть Это не я Как бы Ага Ты даже не знаешь Что это такое Ты не можешь Этого объяснить Значит я прав Значит это Вне всякого Сомнения Ну точно так же Стоп ты фотку показал Литер Или ты литер Или даже фотку показал Ладно бы фотка была Не такая хорошая Ну То есть Как бы Ладно бы там Нельзя было Различить НЛО То есть если люди К тебе приходят С такими фотографиями Допустим Или тем более С видеосъемкой И ты такой Я не знаю То на месте ученого То есть если ты Находишься на месте ученого Мне кажется Что ты в данном случае Ну как бы Наебываешь Как бы Да Пытаешься Пытаешься Удержать Свои убеждения Любой ценой И игнорируешь Факты В данном случае Фотография Это факт Некоторый Это не значит Что это итоговый факт Это не значит Что мы все Сразу верим В НЛО Но это по крайней мере Означает Если есть Неподеланные фотографии На которых Изображено Что-то похожее На НЛО Это уже означает Что ну Хотя бы Как-то Можно Это серьезно рассмотреть И вас спрашивают Как это произошло Вы говорите Я не знаю А Фуксик Ага Вот я доказал Что магия существует Нет конечно Просто Это не является доказательством На того что магия существует Безусловно И даже фотография Не является доказательством Того что существует НЛО Но как говорится Ну природа Какую-то оценку Уже сделала Раз есть такая фотография Вот По крайней мере Есть основания Хоть какие-то исследования В данной области Проводить И продвигаться дальше Пытаться искать Какие-то факты Наверное Да Наверное Я не знаю Как говорил известный Комик Дарри О'Брайен Наука знает Что она всего не знает Иначе бы она остановилась В общем В этом и смысл науки Получать ответы на вопросы Но из того Что мы чего-то не знаем Не следует Что мы не знаем ничего Если мы Ну вообще Вообще На самом деле Следует Давайте так Давайте так Сейчас Шадов вам Объяснит Давайте все это Затираем Да Почему все же следует Давайте так У нас есть Два фундаментальных Собственно Метода Познание Соответственно Вот она Дедукция Логических имеется ввиду Дедукция Вот Раз Два Три Четыре И индукция Только индукция Наоборот строится Да То есть вот Дедукция Сверху напишу Индукция напишу Индукция Индукция И есть разные формы Их смешения Соответственно Да И есть разные формы Их смешения Окей, я больше не лунтик, потом посмотрим Индукция и дедукция Дедукция, если мы знаем верные посылки Она нам позволяет достоверно частные посылки формулировать То есть у нас может быть некоторое абсолютно хорошее качественное знание Если мы следуем дедуктивным путем Доказанное представление, которое соответствует реальности Вот оно, дедукция, дедуктивно Мы могли бы его получить Но для этого нам надо знать базовые посылки Мы их не знаем, поэтому не работает эта хуйня Есть индукция Когда мы из кучи разных частных положений Производим какое-то одно, такое дедуктивное получается Из индукции получаем общее положение Какое-то не дедуктивное, просто общее положение получаем То есть как мы на прошлой картинке показывали, так это и работает Только проблема заключается в том, что если индукция является неполной В науке она всегда неполная Из этого означает, что наши выводы являются всего лишь вероятностными Всего-то вероятностными То есть это не знание Индуктивно получить знание невозможно Ну вот, как бы, да, только некоторые вероятностные, невероятностные результаты выходят То есть дедукция Impossible, потому что мы не знаем истинных посылок базовых Дедукция Индукция Impossible, потому что любые наши попытки что-то здесь сделать Даже если наши вот эти вот индуктивные всякие посылки истины Всегда вероятностны То есть здесь знание получить нельзя Ну и все, конец, как бы Есть разные формы смешения индукции и дедукции Там, абдукция какая-нибудь, еще что-нибудь Гипотика, дедуктивный метод Он тоже плюс-минус Он совмещает индуктивные и дедуктивные подходы Но это ни в коем случае не решает обозначенные мной проблемы Чтобы вы понимали То есть это фундаментальные проблемы и дедукции, и индукции То есть я обозначил фундаментальные проблемы И внутри методов, которые смешивают дедукцию и индукцию Эти проблемы не решаются Я не скажу, что усугубляются, но они не решаются там просто Вот Дела отлично, Дмитрий Так вот Так вот, так вот, так вот, да Вот Если мы не знаем всего Буквально Дедукция, да, какое-то общее положение того, как устроен мир Если мы не знаем всего То мы не можем делать нормальных выводов о частном Достоверных Понимаете, в чем дело? У нас не получается этого делать То есть у нас есть один нормальный способ достоверно получать знания Вот, дедуктивный Но это исходя из истинных посылок А истинных посылок мы не имеем Индуктивным методом, ну, как бы, мы не можем получать знания Грустно Ну, Панчин может сказать, ну, хотя бы факты Хотя бы факты-то мы можем получать истины Факты-то мы можем Вот Факты-то мы можем получать истины Вот эти вот факты, да, вот Факт, 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 факты Можем получать истины Не совсем на самом деле так Потому что сейчас я рисую следующую картинку Да, рисую следующую картинку быстро Соответственно, да У нас есть сейчас феномен То, что мы видим То, что воспринимается У нас есть теория То, что мы представляем, да И на самом деле факт Это фен Феномен Ну, или феназепам Как хотите А вот это вот уже факт Факт Это на самом деле феномен Проинтерпретированный Через определенные Теоретические представления Вот То есть факт Это не просто Как вот мы это видим Это интерпретация Феномена через теорию Через определенные представления Натуралистические Магические Какие угодно Вот Сам по себе феномен нем То есть он ни о чем нам не говорит Даже в этом плане Единственное, что мы имеем Это вот Феномены Феномены Можем их корреляции Попробовать подчеркнуть Вот-вот мы имеем Но назвать Знаете, восприятие феноменов Знанием Наверное, не имеет никакого смысла По определению Это не работает Да, тоже А теория Ну, как бы Тоже знанием не является Сама по себе Потому что это не есть доказанная истина Мы не знаем, как фокус С них сделал один фокус Это не значит, что мы не знаем Ни одного фокуса Может быть, какой-то фокус Мы уже разгадали И вот эти вот примеры феноменальные Тоже поражают Они не работают, на мой взгляд Тоже принципиально И то же самое и в биологии И в физике И в химии И в других науках Допустим, мы знаем, что ДНК является двойной спиралью Потому что Ну, мы ее феноменально воспринимаем Потому что это очень хорошо Обоснованная теория Мы То есть мы не видим ДНК? Стоп, ребят, стоп Давайте так Мы либо видим ДНК Напрямую, да, через микроскоп У нас есть феномен ДНК Либо Это незнание Ну, в смысле, не то, чтобы незнание Это не феномен, да То есть мы можем Мы не знаем, что это так Может быть, там Гномики ДНК-номики Ходят у нас в клетках Какую-то хуйню делают Слушайте, если сейчас внезапно окажется Что мы ДНК не видим Это же вообще пиздец, блядь Ученые наебщики Мы знаем, что человек и шимпанзе Имели общего предка Нет, слушайте, серьезно Если мы не видели Это пиздец Я знаю, что мы атомы не видели Атомы невозможно увидеть Вот А, но если мы даже ДНК не видели Просто, блядь Это конечное Это не является вопросом Каких-то серьезных Глубоких сомнений Слишком много Поэтому имеется У ученых У ученых это не является Окей, хорошо Подтверждение Подтверждение Не подтверждение Смотрите-ка, да А неопроверженных Собственно Неопровержнутых позиций Это важно Причем подтверждение Получных в рамках научного метода Как круто Это не подтверждение В рамках научного метода Невозможно получить подтверждение Еще разочек Да, пройдемся Пройдемся Давайте так Смотрите Еще раз Но немножко по-другому У вас есть Куча фактов Куча фактов Куча фактов Куча фактов Куча фактов Куча фактов Вот, соответственно Большая куча фактов Из фактов Вы делаете гипотезу из гипотезы делаете теорию, теорию вы, собственно, предсказываете какой-то факт, который не входил в то множество, которое у вас было до этого, соответственно, да? Вот, если вы его нашли, обнаружили, является ли этот факт подтверждением теории? Нет. Это просто еще один факт в копилку вот этих фактов. Понимаете, вот сюда, он просто сюда переходит. Потому что следующий какой-то факт может оказаться опровержением. То есть он может крестиком оказаться. Здесь его может не быть, понимаете? То есть это может быть ложная ветка. То есть мы всегда на уровне вот этих вот опровержений постоянных, мы можем столкнуться с тем, что все, теория сломалась. Научная теория — это та теория, которая повсеместно всегда может подвергаться фальсифицированности. Вроде наблюдают ДНК, но он просто так Войнот сказал, что, блядь, как будто бы их и не видно. Вот. Вот так вот. То есть вот этот плюс F, он не является подтверждением. Потому что знаете, в чем проблема? Фактов еще бесконечное количество. Ну как бесконечное? Стремящиеся к бесконечности. Лим-бесконечность. Или лим-бесконечность — это тавтология. Короче, стремиться к бесконечности оно все. Вот. Никакого, Дмитрий. Там кипропоссумов какая-то хуйня. То есть количество потенциальных фактов, которые мы можем проверять, стремится к бесконечности. И каждый из них может опровернуть теорию. Невозможно дальнейшее превращение нашего знания по тому или иному вопросу. То есть мы отказались от познания, когда мы сказали, что все 100% истина. Так знание, обретение знания — это когда все 100% истина. Вот здесь. Поэтому если мы снова обратим... По факту так, да? То есть знание — это обоснованная, доказанная истина. Блядь. Как бы... Ну ладно. Если к тому же изданию Кембриджа, то мы увидим там очень важную оговорку про фундаментальные свойства любой научной идеи. Это ее фальсифицируемость. Окей. Ты не поверишь, она у тебя уже внутри была. Чтобы быть научно полезными, гипотезы должны быть... Теории, не гипотезы. Слушайте, я не думал, что Стэнфордская энциклопедия, или о чем он сейчас говорит, полная хуйня такая. Это ебучая помойка. Быть фальсифицированными. Все научные теории постоянно находятся в опасности быть опровергнутыми новыми... Чтобы быть научно полезными, должны быть фальсифицируемыми. Потенциально фальсифицируемыми. Кстати, в Википедии как раз написано «потенциально фальсифицируемыми». К гипотезам это относится напрямую. Потому что гипотеза не может быть фальсифицируемой в том виде, в каком она формируется. Гипотезы в чистом виде нельзя фальсифицировать. Фальсификация применяется к теориям. Все научные теории постоянно находятся в опасности быть опровергнутыми. Это да. Это да, это факт. Гипотезы должны быть потенциально фальсифицированы. Это правильное высказывание было бы. Данными или наблюдениями. Эксперименты — это дамоклов меч для теории. Что же такое фальсифицируемость? Это принцип, который предложил философ Карл Поппер. И он гласит, что любая научная гипотеза или теория... Теория. В принципе... Только теория. ...тепи должны быть опровержимы. А, ладно. К гипотезе может относиться, что они должны быть принципиально опровержимы. Окей. К гипотезе это может относиться. Но сам принцип фальсифицируемости к теории относится прежде всего. Если мы ошибаемся, должен быть способ, чтобы природа могла нам сообщить, что мы дураки. Ой, дурак! Нет смысла идти к коллайдеру, если какой бы результат там не получился, это никак не повлияет на нашу точку зрения. Не изменит наше представление, то он верна или ошибочно та или иная гипотеза, которую мы предложили. Теория. Обратите внимание, что критерий Поппера, он удивительно мягкий. Он не требует, чтобы гипотеза была правдоподобной. Она может быть очень фантастической. Все, что требует критерий Поппера, это чтобы ваша гипотеза, в принципе, могла хоть как-нибудь быть опровергнута. При этом, что характерно... Принципиально опровергаемо, да. Опровержение тоже должно быть потенциально опровержимым. Может оказаться, что вы что-то опровергли, но если это научное опровержение, то может оказаться... А это уже не совсем по Попперу. ...что вы опровергли неправильно. Но это может оказаться по факту. Поэтому, на самом деле, в науке возникает цепочка потенциальных опровержений. И все это сделается для того, чтобы мы шаг за шагом итеративно, потихоньку приближались к более объективному пониманию того, как мир устроен. Поппер, кстати, считал, что... Не, мы, конечно, приближаемся, да. Но это наивно. Это было наивно по Попперу. Солидарен. Не, не с Пачином солидарен, сам собой солидарен. Благодаря этому свойству научный метод не гарантирует, что ошибок не будет, но он гарантирует, что со временем ошибок будет становиться все меньше и меньше. В этом смысле мне очень... А вдруг все это ошибочно? Вдруг истина нефальсифицируема? Ну, допустим, мы находимся в симуляции, и никто не оставил никаких улик о том, что мы в симуляции. И это подтвердить невозможно. Но это на самом деле так. Но человеческими средствами это нефальсифицируемо. И даже так, допустим, какими-то методами, может быть, этого и можно, до этого можно догадаться. Но если ты догадываешься, тебя просто нахуй лазерным лучом, сука, разрывают на куски и удаляют из симуляции. И ты не можешь передать это знание другим. Ну, то есть, вот вам пример нефальсифицируемой теории, которая могла бы потенциально оказаться истиной. Ну, как бы, мы, конечно, в ней сомневаемся тоже, опять же подчеркну. Но вот пример. Критерий Поппера, к сожалению, может быть, сам является чем-то таким своеобразным, ложным сам по себе. То есть, может быть, это что-то негативное для познания. Ну, неплохо ложиться непосредственно в такие вот натуралистические модели, которые постепенно к чему-то там хотят приближаться. Да-да-да-да-да. Да, но вдруг мы не можем к истине приблизиться принципиально. Вдруг мы можем ее достигнуть только методом какого-то такого броска интуиции, еще чего-нибудь такого. Да, то есть, есть же такие философские заходы тоже. А другими методами не можем. Ну, таким образом получается, если наш мир нефальсифицируем. Давайте так. А как мы оценим, оценим в процентном соотношении, фальсифицируем наш мир или нет? Я не знаю, как. Слушайте, вот это невозможно, на мой взгляд, тоже оценить. Мы не можем сказать, что мир либо на 50%, на 50% он, наверное, его описывает хорошо, не описывает. Его хорошо объясняет, его истинно объясняет фальсифицируемая теория, на 50% его истинно объясняет нефальсифицируемая теория. Мы такое сказать не можем. Вообще здесь не можем даже процент предугадать. Ну, просто ученым, например, нравятся фальсифицируемые теории, а большинству философов нравятся нефальсифицируемые теории. Все, конец. На этом мы как бы закончили, понимаете? И мы не знаем, на чьей стороне правда. И мы даже не знаем, как выяснить, на чьей стороне правда. Это очень принципиальная проблема. Мы наблюдаем, что должны выживать наиболее... Должны. Ему так кажется, что должны. Это важно. ...пособленные теории. Такая проблема заключается в том, что... Ну, кстати, приспособленность не означает истинность. Это тоже важно подчеркнуть. Каждая теория постоянно находится под атакой каких-то новых фактов, новых сведений. И если теория выдерживает эту атаку, то она как бы укрепляется. Мы понимаем, ага, эта теория пока что ничему не противоречит. Ну, а какие-то теории входят в противоречие с реальностью и отбрасываются. И таким образом наука очищается от плохих идей и обогащается хорошими воспроизводимыми, которые... Плохие, хорошие. Какие оценочные понятия-то прекрасные. Хорошие, плохие, плохие, хорошие. Вот они. ...могут способствовать тому, чтобы мы могли делать верные предсказания и лучше понимать все, что происходит. Я бы добавил... Но верные предсказания-то можно делать на основании корреляции, которая в мире присутствует? Это по факту. Вот. А то, что мы лучше понимаем, это уже интересная претензия. Вот за нее бы ответить бы, на самом деле. Павел, что в этом смысле эволюция внутри научного сообщества и общества в целом очень сильно отличается. В науке огромная ценность придается вот именно тому, чтобы идея соответствовала реальности. В массовой... Какой реальности, бро, блядь? Где ты реальность видишь? Покажи мне реальность, господи. Реальности. Как эти натуралисты догматически заебали. Боже мой. Какая же эта тупость все-таки. Выдумали себе какую-то ебанутую реальность и сидят на нее, надрачивают. Ну это же, блин, кринж. Ну ладно. В культуре выживает та идея, которая людям больше нравится. И неважно, верно это идея или нет, мы пересказываем. С наукой точно так же. Ну сама наука, как идея, она выживает и доминирует только за счет того, что она людям больше нравится. Пруф Меронг, как говорится. Ну ладно. Сказки мы пересказываем, анекдоты мы пересказываем. Не более того, все обозначенные вещи, они тоже в науке существуют, потому что они нравятся определенному сообществу. Сообществу ученых. Я понимаю, неожиданно звучит очень, да, но она тоже правда. Это история и жизни, поэтому в массовой культуре у нас присутствует огромное количество миров и религий. Ну просто забавно, на самом деле, как вот наука, она такая особенная, такая из ниоткуда высралась, такая внезапно, да. Все вокруг идиоты, дебилы, вот эти вот тупые философы, тупые религиозные фанатики. И только вот мы, ученые, прям вот высрались из ниоткуда, такие совершенные, прикольные, у нас такие методы классные. Скептицизм у нас тут есть, вообще все вместе есть, все хорошо работает. Мы постепенно приближаемся к истине, мы такие крутые, да. Какие же мы клевые, блядь, ученые. Вот, какие мы хорошие. Ген, в науке они тоже присутствуют, но их там концентрация должна быть существенно меньше. Да нет, 100% науки это мифология, сорян, бро. Элизабиологическая эволюция может развить еще одним способом. Вот у нас существуют супербыстрые тигры и супербыстрые антилопы. Как так получилось? А получилось-то потому, что когда-то были не столь быстрые тигры, не столь быстрые антилопы. Те антилопы, которые бегали быстрее, оставляли больше потомства, потому что их не съедали тигры. В ответ на это тиграм приходилось приспосабливаться, становиться быстрее. Они начинали догонять даже более быстрых антилоп. И снова антилопам приходилось учиться бегать еще быстрее. И благодаря тому, что существуют тигры, антилопы бегают быстрее, чем они бегают бы в противном случае. Так и в науке. Благодаря тому, что гипотеза научная или теория может умереть, благодаря тому, что есть такое давление естественного отбора, если эта идея не верна, то... А истинная теория не может вылететь в этой гонке? Так уже на основании выбора фальсификации и нефальсифицированных и нефальсифицированных теорий может вылететь. И мы вырабатываем все более и более и более сложные, но при этом более правдоподобные идеи. При этом параллельно... Святая наука. Как же она священна? Существуют идеи, которые не находятся под такого типа угрозой. Ну, например, религиозные идеи. Они могут не меняться или почти не меняться очень длительные. Ну, наука тоже не особо менялась на протяжении многих веков, по факту. Ну, то есть многие аспекты науки остались еще со времен Галилея. Ну, основные принципы многие сохранились со времен Галилея. Кое-что менялось. В религии тоже много чего менялось. Есть основные идеи, которые в религиях не менялись. Это да, по факту. И то нередко возникали разные сектанты и разные, собственно, разъединения возникали. Расколы происходили, реформации там. Попытки разных реформаций до классической реформации. Опять же, гуситы те же, которых мы недавно проходили здесь на стриме. Также, соответственно, вот реформация произошла. То есть происходили различные расколы в религиях. И внутри самой религии религия постепенно меняется. Не догматы основные меняются, а вот этот вот защитный пояс религиозный меняется тоже постепенно, прорабатывается, становится больше, сочнее, там, не знаю, культурнее. Не, на самом деле, блин, аналогия религии, когда мы смотрим на науку, она очень хороша и очень уместна. И, к сожалению, Панчин не может ее оценить, потому что он ненавидит религии. Для него религии, знаете, вот в религиях сидят вот эти вот тупые, злые, узколобые, вот эти вот ребята умственно неполноценные на протяжении тысячелетий. Нихуя почти у них там не поменялось. Сидят себе такие про своего бога что-то там говорят, дураки. Для Панчина религии это вот об этом. А вообще по факту религии это мощнейший культурный, крайне изменчивый пласт, который, соответственно, и образование развивал, и культуру цитирования развил, и университеты построил, еще много чего сверху сделал и в нашей культуре, и в буддийской культуре какой-нибудь, и в исламской культуре. То есть, блин, там очень много крутого было в этих религиях, на самом деле. Изменений было немало. И изменения были на разных уровнях, соответственно. И как ни странно, на начальном этапе развития науки, как вот атеистам, к сожалению, кажется, вот обратную сторону, на самом деле религия очень сильно помогала развитию науки. То есть, по сути-то, религия могла бы задавить гадину, так скажем, науку в основании убить Галилея, сжечь все его труды, трахнуть Ньютона, например. До Ньютона даже бы труды Галилея бы не дошли, если бы его трахнули вовремя. Коперника бы вот нахую тоже повертеть могли бы, да, собственно. Не повертели? Не повертели? А многим ученым, ну, как бы вообще, получается, помогали. А почему помогали? Потому что вот университеты есть, в университетах учатся эти ученые, в том числе образованные люди. Получают там образование, взаимодействуют друг с другом. Еще всякие аббаты ученые повсеместно, соответственно, были в определенную эпоху классической науки. Внутри церкви, внутри церковного лона находятся, соответственно, разрабатывают разные представления, фальсифицируют и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть на самом деле, мне как видится, наука больше помогла, наука-религия больше помогла в развитии и росте науки, чем помешала. Были некоторые ситуации, когда действительно были помехи, то есть, ну, бывало, да, то есть, ну, опять же, Галилеи, его не убили, но домашний, собственно, домашний арест. Но да, это минус, это минус. То есть с Галилеем не получилось так, что религия прям, о, Галилеи, как прекрасно, какие прикольные у тебя взгляды, давай-ка тоже возьмем их на вооружение. Так не вышло, к сожалению, тоже, да, одновременно с этим. Но и какой-то абсолютной помехи тоже не было, потому что, ну, знаете, если бы религиозные организации сильно захотели, вы бы о Галилее сейчас бы не знали. Никакого Галилея бы не было, никакой бы Ньютон не получил бы тексты Галилеи, и тексты Коперника тоже никому были бы неизвестны. Это если бы реально захотели, если бы стояла такая цель, если бы реально Инквизиция такая, опа, что-то тут совсем не так, что-то нам тут не нравится, надо всех срочно казнить и убить. Вот если вот там мультиковая Инквизиция, которую вы представляете себе скорее ввиду, когда речь идет об Инквизиции, вот, которые жгут ведьм тысячами, врываются с ноги, да, как вот Инквизиция в Вархаммер 40 тысяч буквально, да, разрывают ноги, блядь, ведьмам, пиздят этих псевдоколдунов-ученых топорами, сжигают всех вокруг, да. Вот она, к сожалению, была не... Ну, не к сожалению, она, к счастью, была не такая в большинстве регионов, да, и даже, наверное, в Испании в худшие годы она была не до конца такая, вот. Инквизиция была намного мягче, чем мы себе представляем, и если бы захотели, уничтожили бы, запытали, уничтожили, стерли с лица земли, все бы тексты были бы, в общем-то, истреблены до основания, если бы велась борьба науки и религии, а не наоборот, как я это рассказываю, да, религия христианства помогала развитию науки. Вот если бы было так, так как, представляю себе, саентисты, никакой бы науки сейчас не было, вообще бы, ничего бы не произошло. А вот как я рассказываю, все наоборот складывается прекрасно. Вот религия, вот, там, под крылом религии наука возникает в университетах, аббатствах разных, вот аббаты всякие, всякие вот исследователи прочие, и не только они, и прочие образованные люди, верующие, верующие образованные люди, вот они начинают заниматься наукой, и так формируется так называемая классическая наука, под крылом религии как раз, и все вроде бы, ну, нормально, с некоторыми фокусами, но в среднем нормально идет, развивается. Да, потом появляется просвещение, просвещение, оно, то есть, ну, доистическое, атеистическое такое, антиклирикальское почти всегда, да, антиклирикализм, ну, довольно распространен в просвещенческих разных заходах, теориях, ну, это да. И он тоже себя как-то соотносит с наукой, что самое главное. Да, такое тоже было. Но это, опять же, не отменяет того фактора, что большинство ученых классического периода, они буквально, как бы, почти все верующие, почти все христиане, именно не просто какие-то там верующие во что-то там, да, именно верующие христиане, как бы, собственно. Сейчас я опишу семь столпов научного метода это способ, но благодаря которым мы можем чуть-чуть меньше ошибаться. Столб первый, контроль. Представьте себе, что вы шли паук. Это уже он сам придумал. Улица, вы хлопнули в ладоши и перед вами упал кирпич. Вы подумали, гипотеза, что хлопок в ладоши вызывает падение кирпича в этом абстрактном мире. Вы хлопнули в ладоши еще раз, там будет почти все подвойной. И кирпич снова упал. То есть, вообще-то подтвердилась ваша гипотеза. Прогноз сбылся. Означает ли это, что вы уст... Это не гипотеза, бро. Это не гипотеза. ...словили закономерность, что хлопание в ладоши вызывает падение кирпичей. Ответ нет, потому что есть альтернативное объяснение. Может быть, кирпичи просто падают случайно, и ваш хлопок был совершен... То есть, стоп, если есть альтернативное объяснение... Еще раз. Закономерность, что хлопание в ладоши вызывает падение кирпичей. Ответ нет, потому что есть альтернативное объяснение. То есть, буквально, если есть альтернативное объяснение, то как бы надо дальше исследовать. Правильно, Панчин? Ну, у нас же есть альтернативное объяснение всем научным фактам, по сути. Единственное, что надо перевести их встроенные хорошие рабочие теории, чтобы все это более-менее работало и, возможно, давало какие-то предсказания, и тогда будет норм. Ну, просто, например, креационисты не могут этого сделать, потому что качественных креационистов, которые во всем этом разбираются, категорически мало. Ну, например, к вопросу о креационизме и теории эволюции. Ну, просто я здесь, например, считаю, что альтернативы есть. Всем научным теориям, представлениям имеется огромное количество альтернатив. Даже сказал бы бесконечно многое, но пока их еще выдумать надо новое. Бесконечно многие еще надо придумывать. Может быть, кирпичи просто падают случайно, и ваш хлопок был совершенно ни при чем. Что можно сделать, чтобы позволить реальности вас рассудить? Проверить, падают ли кирпичи без хлопка. Это и будет контроль. Пункт второй. Размер выборки. Допустим, что вы решили использовать контроль. Вы хлопнули в ладоши, кирпич упал. Ну, допустим, через минуту. Вы после этого не хлопнули. Блин, бесит больше всего примеры, которые к науке не имеют никакого отношения. Вот это больше всего бесит, потому что то, что сейчас он описывает, хлопки в ладоши и кирпичи, это не про науку вообще. И в ладоши подождали тоже минуту, и кирпич не упал. Означает ли это, что вы открыли закономерность, что хлопки вызывают падение кирпичей? Ответ снова нет, потому что снова есть альтернативное объяснение. Можно себе представить, что кирпичи просто падают нерегулярно. Допустим, в течение минуты вероятность падения кирпича 50%. Тогда вполне могло так совпасть, что вы хлопнули в ладоши и через минуту кирпич упал, а в следующую минуту он не упал. Хоть вы и не хлопали. И хлопок к этому не имеет никакого отношения. Если предположить, например, что вероятность падения кирпича в течение минуты 50%, то тогда вероятность того, что в первую минуту он выпалет, а во вторую не выпалет. 50%, помножить на 50%, это 25%. В каждом четвертом эксперименте у вас такой результат получится. Это не очень впечатляющий результат. Мы не исключили вероятность случайного совпадения. Как исключить случайность? Повторить эксперимент много раз. Проблема заключается в том, что это все, по сути, это еще не наука. Ну, то есть, ну, ладно. Это все касается чисто вот таких простых предположений, которые никаким образом к науке не относятся. Это может быть один человек, который будет сто раз пробовать такой эксперимент минуту хлопать, минуту не хлопать. Это может быть сто человек, который по одному разу сделает такое испытание, но в итоге мы должны набрать статистику и посмотреть, действительно ли есть разница между ситуациями, когда мы хлопаем в ладоши и когда мы не хлопаем в ладоши. Стоп третий. Рандомизация. Предположим, на самом деле мы устроим так, что кирпичи падают с интервалом раз в две минуты. Я это понял, но у меня есть желание написать научную статью. Я хочу, чтобы подтверждала эта статья мою гипотезу, что хлопки вызывают падение кирпичей, потому что я хочу продавать хлопотельную машину и заработать на этом кучу денег. Теперь заметьте, что он, кстати, использует совершенно другую методологию. Если до этого была некая фальсификация и эксперименты, подтверждающие теорию, теперь вообще речь идет о совершенно другом методе. Это тоже важно. Важное, то, что нужно подчеркнуть. Вот давайте так, в одном этом видео Панчин использовал три разных представления о том, что такое наука. Кстати, определение науки он так и не дал, но он дал нам три абсолютно разных научных метода, ну, якобы научных. Первый метод это Стэнфордская энциклопедия. Второй метод это фальсифицируемость. Почему они разные? Почему они разные и противоречат друг другу? Потому что в одном случае он опровержение, так скажем, ну, как опровержение, он эксперимент трактовал как подтверждающее что-то. Во втором случае он эксперимент трактует как фальсификатор, да, то есть, когда речь о фальсификации шла. А в третьем случае, ну, блядь, это вообще какие-то частные вещи разбираются, и сейчас он просто берет и стандартную методологию из таких, вот знаете, в кавычках прикладных наук разбирает. Это три разные абсолютно вещи с друг с другом, они, ну, может быть, в каком-то смысле связаны, но в чистом виде они проразные. Ну, ладно. Как я могу перехитрить реальность? Предположим, я вижу, что упал кирпич, после этого падения я не хлопаю, а жду минуту, кирпич не падает, потом я хлопаю, и в течение минуты падает кирпич, то есть, хопок вызывает падение кирпича. Та-да, и я могу так повторить эксперимент хоть тысячу раз, и каждый раз он будет воспроизводиться, я скажу, смотрите, статистически достоверный результат. Хопки ассоциированы с падением кирпичей. Как нам защититься от такого подлога? При том, что подлог в данном случае я писал сознательный, но он может случиться и без осознанного желания кого-то обмануть. Можно применить рандомизацию? Вместо того, чтобы человек решал, когда... Вот этот метод, он нормально, который сейчас описывает, работает с феноменами. То есть, этот метод вообще, в принципе, подходит для работы с феноменами, установки более-менее прочных корреляций, и нормально. То есть, вот против того, что он сейчас описывает, я на самом деле ничего не имею, просто это, на мой взгляд, не наука. Имеет мало отношения к фальсифицируемости и мало отношения к той методологии, которую я вначале озвучивал. Все. Три разных представления о науке в одном видео. Мое почтение, блядь, мое почтение. Ну, а потому что, видите, что хуй поймешь, что такое наука, и вроде бы мы и тем занимаемся, и этим занимаемся, еще вот этим занимаемся, и вроде бы все это официально зазывается наукой. Вот. И как-то в этом всем надо разобраться и дать какие-то представления об этом. А систематические представления об этом дать невозможно, потому что это во многом все разное. А ему хлопать в ладоши. Пусть за него решает генератор случайных чисел. Например, будем подбрасывать монетку. И если монетка сказала хлопать, будем хлопать. Если монетка сказала не хлопать, то мы не хлопаем. После этого мы точно так же отмеряем минуту, смотрим, упал кирпич или нет. И на основании этого делаем вывод, есть связь между хлопками и кирпичами и их падением. Или нет. Столб четвертый. Исключение субъективного мнения. Предположим, что у нас нету очень хорошего секундомера, и поэтому время мы замеряем на глаз. И вот человек проводит вышеописанный эксперимент с рандомизацией, с контролем и так далее, но он измеряет время на ощупь. И поэтому иногда, когда кирпич упал, он может сказать, о, он упал, хотя на самом деле он упал не через минуту, а через минуту три секунды. И он это засчитает за успех. Кирпич упал после хлопка. А в случае с непадением кирпича при отсутствии хлопка, времена этого будет сокращать. Айлайт будет, конечно. Чуть-чуть. Интуитивно. Подсознательно. Как исключить такую субъективную предвзятость? Просто пускай время засекает другой человек, который не знает, хлопали вы или не хлопали. Это и называется ослепление. Когда вы слышите термин, слепой эксперимент, задача его именно вот в этом. Чтобы ожидания человека, где он может повлиять на какие-то измерения, не проявились. Чтобы эксперимент был более чистым, более объективным. Я бы, кстати, это даже экспериментом не называл. То, что он, опять же, обозначает именно по той причине, что эксперимент для меня это чисто вот акт такой эмпирической проверки, не проверки, опровержения гипотеории. Факт эмпирического опровержения. Это, короче, эксперимент. А вот это эксперимент. Мы берем, ставим мир в какую-то особую ситуацию для того, чтобы опровергнуть теорию. Из теории есть следствие. И когда мы пытаемся опровергнуть эти следствия с помощью определенной операции, это есть эксперимент. Вот мое представление, оно классическое, наверное, для науки, наиболее классическое. Оно еще с Галилея у нас идет. И оно так приблизительно и работало на протяжении огромного количества времени. Но тут, опять же, мне кажется, есть такой, знаете, научный эксперимент, а есть такое обывательское представление об эксперименте. И мы здесь утопаем в некоторой многозначности. А мне не нравится эта многозначность. Мне не нравится многозначность и науки, мне не нравится многозначность слова гипотеза и теория, эксперимент. Я бы хотел все свести к каким-то более-менее строгим, стройным, понятным формам, потому что без них, ну, как бы опять же, Маша посрала на поле, это тоже получается гипотеза. И кирпич, падающий на голову, это гипотеза. Ну и про гены там тоже было, это гипотеза неожиданно. Все вокруг гипотезы, короче. А если все вокруг гипотезы, это пресса многогатаря, то в таком случае что тогда не гипотеза? Если любое предположение является гипотезой, зачем нам вообще слово предположение в нашем словаре? Понимаете, да? Я трактую гипотезу как одну из разновидностей предположений. А если вы трактуете гипотезу и предположение в равной степени, то если для вас это одно и то же, непонятно, зачем эти слова у вас существуют вообще в вашем дискурсе. Как-то так. И тем более, если у вас предположение, гипотеза и научная гипотеза одновременно одно и то же означают, непонятно, зачем у вас тогда три таких словосочетания. То есть, опять же, в вашем случае все должно быть устроено приблизительно так. По-хорошему, как должно быть. Должно быть предположение. Большой такой кружочек. Элеровский, гигантский. Внутри подгруппа у него есть поменьше кружочек. Это, собственно, гипотеза. Это определенный род предположений, которые вот, собственно, объясняет нам, как устроен мир, по сути. И есть научное предположение, которое делает то же самое, но, например, уже только в рамках натурализма. Предлагает только натуралистические некоторые такие предположения. Натуралистические предположения о том, как устроен наш мир в вот таком вот общем значении. Гипотеза не может быть частной, на мой взгляд. То есть, не может быть такого, что вот мы предполагаем, что эти кирпичи, например, скидывает Петя. Вот, да? Вот кто-то скидывает кирпичи, а мы строим в кавычках гипотезу, что это Петя скидывает кирпичи с крыши. Мы можем просто подняться на крышу, в конце концов, да? Мы заходим на крышу, и все. Конец. Панчин скажет, произошла наука. Я скажу, мы просто подтвердили или опровергли наше предположение. Да, кстати, относительно фальсифицируемости. Не всякое опровержение есть фальсифицируемость. Важно тоже это понять, да? То есть, вот. Это тоже важно подметить. Не каждое опровержение есть фальсифицируемость. Все. Выдуманный эксперимент, он на бумаге может быть сколь угодно безупречным. С первого раза никто вам не сможет сказать, что тут какая-то явная ерунда. Чаще всего не получится увидеть ошибку там, где ошибки может и не быть. Это же выдуманный эксперимент. Для того, чтобы с этим бороться, в науке существует нулевая толерантность к вранью. Это такой смертный грех. Если кого-то поймали за тем, что он... Ну и 100, конечно. ...публиковал. Ну и 100%, а 40 до 50. То есть, есть буквально вероятность 50%, что читая научную статью, вы считаете некий буллщит вообще-то. И с перепроверкой разных научных, в кавычках, статей все очень сложно. Но это реальная наука. Понимаете, одно дело идеальная наука, другое дело реальная наука. Потому что в реальности все эти принципы, как бы отстаивать, это же из разряда, ну, просто полного пиздеца, как бы это же... Нет, невозможно физически просто. Ну, поэтому понятно, что люди ошибки допускают, а некоторые намеренно наебывают, и науке трудно это как-то регулировать и ученым. Самое главное, ну, как можно поймать наебщика, это если этот наебщик берет и делает какие-то запредельные выводы, и тогда все такие, о, там, он рак научился лечить, а давайте-ка проверим. И нихуя не лечится рак. Понимаете? А если человек наебывает вас, но в области не такой интересной для большинства ученых, может быть, Сергей, может быть, неважно, все равно процент, наверное, довольно большой, все равно, скорее всего, очень большой процент ученых прямо наебывает. Ну, вот, как бы, может быть, это 20%, может, 10%. Прям откровенный наеб делает. Тут как бы можно по-разному гадать. Так вот, да, если вы не делаете громких заявлений, в целом вашу статью вряд ли кто-то будет перепроверять. Все. Все, что от вас требуется, написать статью без наличия каких-то громких заявлений. Все, ее пропустят. Да, Сергей, я, честно говоря, думаю, что так или иначе всем этим научным методом, который Панчин сейчас озвучил, не соответствует, чуть ли, может быть, не 100% научных статей, просто потому, что их соблюдать очень трудно. перепроверить ее возникло, потому что биологическая статья не согласовывалась с физическими расчетами. Можно использовать данные одной науки для того, чтобы усомниться в достоверности данных другой науки. Снова мы приходим к выводу. Научный метод, он не гарантирует, что не будет ошибок, что не будет какого-то вранья и так далее. Но он гарантирует, что у нас есть способы исправить ошибки, что эти ошибки могут быть обнаружены. И в этом наука отличается, например, от следования какому-нибудь священному тексту, который признан как введик. Да, священный текст, прям берешь ему и буквально дословно следуешь. Ведь верующие именно так и делают, Господи. Да, прям вот берут и прям вот-вот-вот по-буквенно прям следуют. Это же имеет смысл какой-то, да. Это не то, чтобы нарративы из Библии можно трактовать несколько по-разному и так в основном и делают. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это прям буквально следуешь прям Писанию. Слово в слово. Написано, сына принеси в жертву. Приносишь. Написано, первенцев убивай. Бегай, убивай первенца в своем городе. Бежишь. И к откровению, и оно не подлежит ревизии. И лягушек скидываешь еще. Делаешь пушку с лягушками и отстреливаешь людей. Преста, макрокосм. Нормально. Сергей, вы не можете буквально следовать Корану, потому что Коран маленький. Вас все равно там нечему буквально следовать. Да, ваши в итоге исследования, ваши в итоге, да, выводы ваши не должны противоречить Корану. Это правда. Но имеется, как минимум, несколько наборов сун, так называемых. Они не то, чтобы следуют с Корану, это предание о жизни пророка Мухаммада. Вот там вот уже надо поподробнее. Из одного Корана, из одного священного текста очень мало что следует. И также есть, как минимум, в сунизме четыре школы фикхов, то есть законов. Четыре разные школы. Четыре школы, которые так или иначе рассказывают, а как вам жить, а что вам делать и за что вас будут судить, соответственно. Да, они все ссылаются к Корану, безусловно, но одного Корана недостаточно, к сожалению. То есть, да, здесь все равно нужна большая проработка, большая интеллектуальная деятельность для того, чтобы понять, а можно это, нельзя, а как бы к этому отнесся пророк Мухаммад, или как бы он к этому не отнесся. То есть, нету ни одного аврамического священного текста, который можно взять, буквально вот принять, вот как вот оно там есть, и все вопросы в твоей жизни вдруг внезапно порешились. Более того, все эти нарративные тексты аврамические, они недостаточны, потому что там непонятно, а можно, а нельзя. Вот это вот Иисус сделал, но он как бы Бог, он как бы лучше нас, круче, например, и вообще совершение. Блин, можно ли? Можно или нельзя нам то же самое делать, что Иисус? Он же Бог все-таки, да, как бы вот как-то так. Одна критика, которая нередко звучит в адрес науки, это наука якобы догматична. Но наука догматична. Только что перечислял догмы науки. Метод есть догма тоже. Метод может быть догмой, и он и есть догма. Вообще сам факт того, что научно-химический прогресс существует, и мы постоянно меняем нашу картину мира, уже говорит о том, что, в общем, это не очень догматично. Какой что-то тупой. Так, ладно. Ну, религия тоже меняется, и менялась на протяжении долгого времени, и очень много чего нового в религиях разных появлялось, и, соответственно, что они получаются тоже не догматичны, значит, ничто не догматично. Или как оно работает по Панчину? Можно повести и конкретные примеры, показывающие, как достаточно прочные биологические, физические или химические устои менялись, потому что... Ну, конечно, догматично. Ведь по тому же образцу меняют. Появлялись новые свидетельства, новые факты. Панчин, это называется, еще раз, черепикинг. Когда ты показываешь лишь те моменты, где ты вот сомневался, например, ты говоришь, я скептик, потому что я сомневался в этом, в этом и в этом. Но при этом, для того, чтобы быть скептиком, ты должен сомневаться во всем, блядь. Во всем. Смотри, да? Смотрите. Вот ваше убеждение. Вот ваше убеждение. Кружочки — это ваше убеждение. Кружочки — это ваше убеждение. Ну, какие-то, да? Вообще не ваше убеждение, просто убеждение. Вот они какие-то некоторые, некоторые убеждения. Допустим, вот вы человек, и вы, соответственно, вот в этих вот убеждениях вы как бы сомневаетесь, а вот в эти убеждения вы уверены в этом, соответственно, вот в этом вот сомневаетесь, а вот здесь уверены, соответственно, как я плохо нарисовал, да? В таком случае вы не скептик, соответственно, уверены. Уверенность у вас вот здесь, да? Вот, допустим, вы ученый, ученый, вот, и вы говорите, как же я не сомневаюсь, если я вот сомневаюсь вот в этом, Вот в этом сомневаюсь, вот в этом сомневаюсь, и вот в этом сомневаюсь. То, что вы скептик, чтобы подтвердить, что вы не скептик, достаточно подтвердить, что вы уверены вот в этом, вот в этом, вот в этом. Вообще одного достаточно, вот в этом и вот в этом. Вы в этих вещах уверены, и, соответственно, становится понятно, что вы не скептик. Кто такой скептик? Скептик – это тот во всем наборе убеждений и, собственно, сомневается. Вот как-то вот так вот. Наука догматична. если в науке проповедуются хоть какие-то убеждения. Вот. Есть ли те убеждения, которые проповедуются в науке? Есть. Ряд из них Панчин сегодня обозначил. Научный метод, база, вот это всё — это догмы. Догмы — это то, как надо составлять гипотезы. Догмы — это то, как их надо проверять. Догмы — это использовать фальсифицируемость обязательно. Догмы — это, соответственно, вера в то, что мы достигаем какой-то реальности. Догмы — это то, что там, не знаю, в реальности является натуралистической. Догмы, 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 догмы. Да, наука догматична, действительно. То же самое, допустим, с бактериями. Понятно, как они размножаются, они просто делятся. И грибковые инфекции, тоже с ними всё понятно. А как белок может быть инфекционным? Белок не умеет себя копировать, белок не умеет хранить сам по себе какую-то генетическую информацию. Более того, есть такой термин, называется «центральная догма молекулярной биологии». Даже называется «догма». Догма говорит, что у нас с ДНК считывается РНК, а с РНК — белки. А с белков никакая там РНК не считывается. Поэтому обратно стрелочка не поворачивается. Стрелочка не может вдруг брать и повернуться вот сюда. Как белки могут быть инфекционные? Но тут приходит учёный по имени Стэнли Прузинер, который говорит, а вот есть заболевания, которые вызываются инфекционными белками. Например, болезнь Куру. Это частный случай болезни Кресвода Якоба, что является чем-то похожим на болезнь коровьего бешенства, на скрипе ловец. В общем, есть несколько таких заболеваний. И Прузинер через многочисленные исследования... Как же Панчин любит забрасывать единичными примерами. А вы знаете, в чём проблема заключается? Давайте так. Смотрите, 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 смотрите. Вот у нас, соответственно, некоторый набор фэкс. Некоторый набор фэкс, соответственно, да? И у нас есть утверждение. Некоторые утверждения, да? Учёные, учёные, блин, пишу я, конечно, ужасно, сомневаются. 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 Сомневаются во всём, да? Во всём. Поэтому они скептики. Учёные сомневаются во всём. Какова методология Панчина для того, чтобы подтвердить это утверждение? Панчин берёт один из примеров, который реально является примером, допустим, сомнения. Да, это черепикинг, по сути, и называется. Я понимаю, что я для дурачков объясняю. Ну вот, Панчин берёт вот один пример с сомнением. И показывает, вот, смотрите, учёные сомневаются во всём, и поэтому вот вам пример с сомнением. Как действую я? Он, я говорю, учёные не сомневаются во всём, да? Смотрите, утверждение «учёные сомневаются во всём» ложно, потому что есть пример, в котором учёные в чём-то не сомневаются. Вот здесь нет. Здесь N – не сомнения. Моя методология такая. Я опровергаю общее утверждение, где говорится, там, учёные сомневаются во всём, они такие сомневающиеся, такие серьёзные, с помощью единичного такого примера, где они не сомневаются. Панчин же, наоборот, пытается подтвердить высказывания, учёные сомневаются во всём одним высказыванием. В чём разница? Во всём. Во всём, да, вот этот all. Квантор всеобщности. Логика, вспоминаем, да, логика. Вы не можете подтвердить высказывания во всём, приводя отдельные примеры. Но при этом вы можете опровергнуть высказывания, где вот во всём, когда вы приводите конкретный противоположный пример. Понимаете, в чём дело? Это, скорее, дедуктивный способ опровержения. Так вот, мой способ опровержения логически верен и работает, потому что он говорит во всём, а я ему говорю, нет, не во всём. Понимаете, вот вам одна ситуация, хотя бы, когда это правило не работает. Или же он говорит во всём и приводит один пример, но этот один пример ничего не доказывает. Это черепикинг, понимаете, в чём дело? Потому что вы можете сказать, не знаю, все Маши шлюхи, и привести в качестве примера одну Машу проститутку. Понимаете? Вот Маша проститутка, вы её нашли, все Маши шлюхи, говорите, и приводите в качестве примера одну Машу проститутку. Я же говорю, наверное, не все. Вот смотри, вот девушка Маши, она не проститутка. Понимаете? Понимаете, понимаете. Я понимаю, что я привожу довольно пошлые примеры иногда, но я все же очень сильно печалит состояние интеллектуальное тех людей, которые обычно пишут комментарии под вот этими хайлайтами, панчином. Я понимаю, что надо с картинками теперь работать и только с картинками. По-другому нет, по-другому не получается. Там коннекта не выходит, люди не понимают, в чем проблема вот таких вот рассуждений.